Экспозиция стала первым мероприятием, приуроченным к 70-летнему юбилею школы. Конечно, такая важная дата заставляет сотрудников учреждения подвести итоги и вспомнить о главном – о своих учениках и выпускниках. За годы своего существования школа воспитала более трёх тысяч талантливых и одарённых детей. Среди них многие очень продолжили свой профессиональный путь, продолжили своё художественное образование. В совершенно различных городах, как России, так и зарубежья. В основном это Москва и Санкт-Петербург. И многие выпускники нашей школы стали известными художниками, архитекторами, скульпторами, дизайнерами, искусствоведами. Память обо всех выпускниках хранит школьный архив и золотой фонд учреждения. Эти архивные композиции, а также современные работы вошли в экспозицию юбилейной выставки «Моя художественная школа». В них ученики разных лет изобразили впечатления о процессе обучения, моменты творческого вдохновения, пленерные занятия, образы друзей и учителей. Самые ранние работы, представленные на выставке, были написаны ещё в годы основания детской художественной школы. На этой работе выполнены Наташи Токмачёвой. Зрителю откроется творческая мастерская художественной школы конца 80-х годов. Работа выполнена акварелью, ей уже больше 30 лет. От краски потускнели, но она от этого не менее прелестная, ведь хранит атмосферу того времени. Композиции разнообразны по сюжетам, выполнены разными техниками и материалами, но всех объединяет дружеская атмосфера, царившая в школе. Ученица Мария Рябова нарисовала эту картину в прошлом году. Она увидела её в реальности, когда шла по школьному коридору. Её поразило сочетание холодного оттенка тёмных стен и тёплого уютного света, пробивающегося из другого помещения. Почти вся работа выполнена синим цветом, но при этом она уютная. В ней ощущение спокойствия, ощущение какого-то тепла. Когда в школу приходишь утром или остаёшься в ней вечером после уроков, когда никого здесь нет, здесь так спокойно, ты понимаешь, что ты здесь временно, но при этом вот эта школа напомнит всех предыдущих поколений, что в ней училось очень много людей и кажется, что вот вроде бы девочка сидит одна. Но ощущение всё равно как будто это скорее собирательный образ, просто образ ученика. Многие преподаватели школы тоже являются её выпускниками. Большинство из них посвятили учреждению всю свою жизнь, воспитав не одно поколение юных художников. Борис Викторович Ткачёв, член Союза художников Российской Федерации, после окончания Пензенского художественного училища вернулся в родные стены и по сей день связан с любимой школой. Помнит он преподавателей, которые зажгли любовь к искусству, друзей и ещё первое здание школы на Сергея Ваценского. Одноэтажное такое старинное кирпичное здание. Кто учился в те годы, его помнят, любят. Потом мы переехали сюда, наверное, в 83-м году. А система обучения, как она была академическая, она так у нас и называется, начальное академическое образование. Дети всегда во все времена разные. Есть, которые гаят, есть, которые меньше. Но всё равно бесследно это ни для кого не пройдёт. Потому что наша школа столько выпустила своих учеников. А за всю свою историю школа стала неотъемлемой частью жизни города. Как и Тамбов стал частым героем работ учеников учреждения. На картинах юных художников можно было найти его достопримечательности. Таким образом, выставка дала стар к юбилейным мероприятиям, посвящённым не только школе, но и областному центру, которому исполняется 385 лет. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Александр Кобзарёв. Область новостей.